ДТП Мы неоднократно говорили, что это все действия незаконные. Конституция СССР не предусматривала никакого распада страны, как и любая другая конституция. Если кто-то хочет выйти, референтум все процедуры. Таких процедур не было проведено. Поэтому все, что произошло 8 декабря 1991 года, незаконно. И мы в Думе в марте 1996 года отменили ратификацию белорезских соглашений. Поэтому надо исходить из правовых документов. Нет ратификации, значит нет СНГ и стран Прибалтики. Их признание Горбачевым или Госсоветом, временным органом, которого тоже не было в Конституции, ни в одной. Это незаконно. Мы рады, что пришло время собирать камни. Ну, известный теракт в Тунисе. Как всегда, наши туристические агентства, так сказать, бесчинствуют. Мы сделаем поправку в закон, что если наступили фосмажорные обстоятельства любого плана, наводнение, стихия, теракт горит, пылит, немедленный возврат денег, чтобы не наживались турагентства. Или путевка в другое направление. А лучше дома. Всем советуем, оставайтесь дома. Крым, в крайнем случае Сочи, Анапа и так далее. Не надо никуда за границу. Везде может быть теракт. Везде. И вас в гробу вернут домой. Поехали отдохнуть. Что, солнце не то, что ли? Какое? Что туда ехать, так сказать? В Тунис. Я там был. Ну, жара, дышать нечем. И вот едут побывать, так сказать, там. А потом в гробах возвращаются. Ну, вот нафтогаз не могут никак заплатить за наш газ, Украина. И угрожают отлучить электроэнергию в Крым. Это вот все белорусские соглашения, да? Кто вам дал право отлучать? Кто вы такие? Это не ваш газ. Не ваша электроэнергия. Время придет, и над Киевом тоже будет развиваться русский флаг.